Здравствуйте, 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 друзья! Меня зовут Мирослава Данукова и я рада приветствовать вас на нашем с вами любимом рукодельном YouTube канале Рукоделие ТВ. Сегодня у нас видео обзор, это продолжение, вторая часть обзора по уичольским цветам. Первая часть вышла достаточно давно и все никак я не могла собраться с тем, чтобы выложить вторую часть и сегодня самое время для этого. Буду рада вашим комментариям, как вы знаете, у меня вышло три коллекции уичольских цветов, ссылочку оставлю вам под этим видео на мой сайт, где вы можете перейти и посмотреть, что же такое уичольские цветы, какие коллекции у меня вышли и возможно приобрести себе какой-то мастер-класс на ваш выбор. И начать я с вами хочу со своей самой-самой-самой первой работы, которая была создана еще в 2015 году. Это вот такая вот красота. С того времени прошло очень много всего, очень много всего случилось, очень много творческих каких-то моментов было. Но вот эта работа, как была изначально моей одной из самых любимых, так остается ею до сих пор. Это первая работа и, наверное, она в моей коллекции одна, единственная, в которой нет снизок. И этим она такая особенная. Тут достаточно большой цветок, как вы сейчас можете видеть, он прямо на мою ладонь. Он такой объемный, да. И меня часто спрашивают, а как можно сделать, чтобы цветы были меньше по размеру? Потому что не все готовы носить такие крупные украшения, такие крупные цветы. Друзья мои, все очень просто. Вы можете просто плести из бисера Тоха 15 размера. Тогда ваши цветы будут меньше по размеру. Но, как мне кажется, то, что цветы большие, то, что украшения заметны, это еще какой-то дополнительный плюсик к украшениям, нежели когда это что-то такое невзрачное и не особо заметное. Ну, лично я люблю крупные украшения. Хотя я дама достаточно стройная. И, казалось бы, куда мне еще крупные украшения. Но я люблю крупные украшения. Мне кажется, что это как-то подчеркивает твой образ, подчеркивает твой стиль. Вот такая красота. Тут достаточно короткий поясок, как вы можете видеть. У меня практически во всех украшениях вот такие вот застежки. Практически во всех украшениях по уечерским цветам. Хотя, в принципе, уечерские цветы можно делать и без застежек. Но конкретно это украшение вряд ли. А вообще те украшения, которые предназначены для того, чтобы они располагались ниже груди, Их можно спокойно делать без застежек. В этом нет ничего такого. И это какая-то более автентичность придается этим украшениям. Так как изначально эти украшения были без застежек. Но с поправкой на современность, с поправкой на то, что с застежками украшения все-таки выглядит более завершенно, то, в принципе, их можно использовать. Но я в своих работах их использую практически всегда. В первой коллекции у меня не везде были застежки в украшениях. Но сейчас есть абсолютно везде. Вот такая вот красота получается. Мне кажется, что еще вот эти застежки, они служат таким лаконичным, красивым дополнением к самой работе. Не знаю, показываю изнаночную сторону или нет. Но покажу, наверное. Вот так вот смотрится изнаночная сторона этой работы. Вообще, во всех работах изнаночная сторона очень аккуратно. Все сделано очень деликатно. Все пришито супер красиво, супер гармонично. Поэтому вы можете быть точно уверены, что ваша работа будет красиво смотреться не только с лицевой стороны, которую все видят, но и с изнаночной. Итак, друзья, мы приступаем к обзору следующего украшения. Я буду немножко прыгать по коллекциям, чтобы вам было интереснее, чтобы вы могли наблюдать эволюцию, чтобы вы могли понимать, что вам нравится больше, что вам нравится меньше. Вот это вот украшение, это украшение из третьей коллекции по уичольским цветам. Тут, как вы можете видеть, уже такая более сложная объемная работа цветка, более такие проработанные детали. И вот это вот украшение, его многие назвали украшением невесты. И мне даже показали, я не знаю, если я найду, то вставлю вам тут. Если не найду, то можете сами поискать в инстаграме. Вот это украшение достаточно часто предназначается непосредственно для невест. Я его не создавала с подтекстом, чтобы это было свадебное украшение, но мне очень приятно, что многие его используют именно как свадебное украшение. С поправкой на то, что для свадебного украшения оно делается не такое длинное, оно делается чуть-чуть короче. То есть поясочек получается немножко короче, и оно не спадает на грудь, а держится выше, ближе к шее. Очень красивая работа, очень деликатная. Как вы можете видеть, объемная. И ее я сделала в двух цветовых решениях. Это очень удобно для тех, кому сложно подбирать свои цвета. Я знаю, что подбор цвета занимает очень много времени. Он и у меня занимает достаточно большое количество времени. Так, чтобы все подобрать, чтобы оно смотрелось красиво, гармонично и лаконично. И для того, чтобы вы не заморачивались над тем, чтобы подбирать цвета, я подбираю их для вас. И делаю это сразу в двух цветовых решениях. Вот это прям очень красивая работа. Такая супер деликатная, супер нежная. И вот так вот смотрится еще и в синем цвете. Тоже очень объемный. Он такой не синий, он такой какой-то больше к фиолетовому. Ну, безумно красивый цвет. Сейчас камера его так не передает, но он передает какого-то такого, знаете, шарма, объема. Этот сам, этот цвет интересно рассматривать, да, не говоря уже про работу. Работа сама по себе очень красивая, очень кропотливая. Вот такая вот красота. Получается, как обычно, на окончаниях у меня застежки. Они вот такие. И застежки у меня везде разные в плане дизайна самой застежки, да. Но в плане функциональности вот я больше всего люблю такие застежки. Они мне очень нравятся, они мне достаточно близки. Тут используется чех 10-го размера и японский бисер Тоха 15-го размера, как вы можете видеть. Потому что вот тут вот бисеринки по контуру немножко мельче. Это был мой эксперимент уже в третьей коллекции. До этого я нигде не добавляла бисер 15-го размера. А тут мне захотелось бы поработать с объемом, поработать с тем, чтобы украшения были еще более интересны. Чтобы их хотелось рассматривать, чтобы придать им еще что-то, кроме традиционности. И я считаю, у меня это получилось. Приступаем к обзору следующего украшения. И следующее украшение, которое я хочу вам показать, это украшение под названием Сон Афродита. Вот такой вот шикарный уичольский цветок. Это украшение из второй коллекции. Оно невероятно красиво. Эта работа вошла в вторую книгу. Ссылочку на сайт, где вы можете посмотреть мои книги и коллекции. Я, как уже говорила в начале, оставлю вам под этим видео. Это украшение идет со снизками. И если мы посмотрим, я его также сделала в двухцветовых решениях. Тут еще есть бортовый цвет. И это украшение, если мы присмотримся, очень интересное в своей технике выполнения. На него безумно интересно смотреть. Его хочется рассматривать и рассматривать. Как же сделан этот лепесток, как сделан каждый вот этот элемент. Это украшение, которое такое прям волшебное какое-то. Вот на него смотришь, и оно не до конца понятно. Оно сложное. Оно такое интересное. Его необычное. Прямо очень необычное. Ну и к такому необычному цветку нужно было сделать какой-то более простой поясок, чтобы не перегружать образ. И я сделала вот такую красоту. Она как раз идеально дополняет. Все цвета я вам показываю в видео, все цвета описаны в книге. Вся технология есть в моих мастер-классах. Если вам понравилась эта работа, переходите по ссылочке и буду рада видеть вас на мастер-классе. Вот такая красота. И следующее украшение, которое я хочу вам показать, это лунное сияние. Вот такая вот красота. Это уже украшение из третьей коллекции уйчайских цветов. И как видите, тут используется бисер разных размеров, поэтому смотрится эта работа просто невероятно. Вот такая вот красота. Как обычно, в двух цветовых решениях, как видите, в этой работе проработано все вплоть до самых мелочей. Тут не только объемный центральный цветок. Тут в принципе все объемное. Вот такая вот невероятная красота, невероятные дополнения. Выглядит на человеке просто идеально. У меня на сайте есть фотографии, кроме того, что фотографии работ, там есть фотографии того, как эти работы смотрятся на людях. Чтобы вы могли оценить, как она будет смотреться непосредственно на вас. Ну и второе украшение, второй цвет, второе цветовое решение. Вот такое вот тоже очень нежное, очень красивое. Такая работа, знаете, которую хочется рассматривать и рассматривать. Она очень нежная. Она такая прям вся необычная и необычная. Что еще про нее сказать, даже не знаю. Вот на нее просто хочется смотреть, засматривать ее. Ее там как-то покрутить, подержать. Но это та работа, которая прям вот, она притягивает взгляд. Она притягивает какое-то желание помацать, пощупать. А неужели это висер? А неужели он может вот так вот объемно держать форму? Неужели он такой, неужели это реально сделано руками человека? Да, ну вот такая вот красота. Сейчас покажу вам следующее украшение из второй коллекции. Это вот такая работа. Объемная, красивая и очень необычная. Потому что эти цветочки, они настолько волшебно смотрятся, что от них оторвать взгляд просто невозможно. У меня, как вы видите, в двух цветах. В красном и в синим. В синим это такая нежная, нежная нежность. Эти маленькие цветочки, смотрите, как они интересно проработаны, как они интересно созданы. Они двусторонние. Они очень такие нежные, очень деликатные. И дальше вот этот переход на широкую, на узкую точнее часть поясочка с цветочками. Переход на следующую часть. Это все прорабатывалось прямо до деталей, до деталей. Вот эту работу мне хотелось сделать просто идеально. Я надеюсь, у меня это получилось. И вы это оцените. Смотрите, вот каждый листочек, каждый лепесточек. Все продумано. До деталей, до самых-самых мелких деталей. Вплоть до того, как мы будем сшивать. Ну, в общем, абсолютно все. Это такая одна из работ, которые... Ну, у меня все работы проработаны от начала до конца, да? Но вот это она такая прямо очень совершенно в техническом плане. Вот. Несмотря на то, что вот эти все лепесточки сделаны отдельно, да? Каждый лепесточек делается отдельно. Они держат форму. Они красиво смотрятся. Ничего нигде не оттопыривается. Ничего нигде не мешается. Ну, то есть, это та работа, которой я по правде могу гордиться. Вот тут снизочки такие красивые. Вот такая вот невероятная нежность. В красном цвете тоже смотрится просто волшебно. Но вот синий меня прямо покорил. Кстати, я заметила, что очень много работ в разных цветах, в зависимости от цвета, смотрится по-разному. Даже вот одна и та же работа в разном варианте цвета, она выглядит по-другому. В инстаграме есть тысячи фотографий с отметками уичерские цветы по моим мастер-классам. Можете перейти, посмотреть и сами убедитесь, что абсолютно один и тот же дизайн, который был проработан мной, в разных цветах смотрится вообще по-разному. В некоторых случаях, вот даже в зависимости от цвета, нельзя сказать, что это одна и та же работа. Но это действительно так, вот такая вот красота. Еще одна работа, это работа снова-таки из третьей коллекции, потому что тут используется уже и бисер пятнадцатого размера. Вот такая вот. Очень красивая работа, просто невероятной красоты. Смотрите, тут объемный цветок. И для того, чтобы этот объемный цветок красиво гармонично смотрелся, надо было сделать ему не перегружающий образ поясок. Поэтому я сделала вот такой вот маленький, тоненький и очень красивый дополняющий элемент. Как обычно, в конце застежки вот такие. И это украшения со снизками. Практически все мои украшения, кроме первого, которые я вам показала, они идут со снизками. Ссылочки оставляю под этим видео. Еще покажу вам вот этот второй цвет. Невероятно нежный, невероятно красивый. Это, к слову, мои эксперименты. Потому что, как вы знаете, я больше люблю натуральные цвета в украшениях. Я люблю натуральный оранжевый, натуральный красный, натуральный зеленый, натуральный белый, синий и так дальше. А вот это были такие нежные цвета, которые я в принципе в целом очень мало где использую. И третьи уичельские цветы, третья коллекция, это в целом коллекция моих больших открытий. Потому что я открыла для себя в этой коллекции работу с прозрачным бисером. Я открыла для себя в этой коллекции работу с перламутровым бисером. Я открыла для себя работу с сочетанием разных размеров бисера. И это тоже очень такие необычные моменты, которые мне до какого-то периода моего творчества были не особо свойственны, потому что я принадлежу к тому разряду людей, которые вот, если я там влюбилась в какие-то цвета, вот они со мной всерьез и надолго, и я не склонна к каким-то таким сумасшедшим экспериментам, да, в плане творчества. Но в данном случае я считаю, что этот эксперимент полностью оправдан. Напишите мне про это в комментариях, мне интересно услышать ваше мнение. Мне кажется, что вот сочетание прозрачного и обычного натурального цвета это достаточно удачный эксперимент, и он показал себя на все сто, так же как использование перламутрового и блестящего. Мне кажется, что это прямо сочетание такое, как должно быть, и вот я себе не представляю, как бы я сделала эти украшения в другом цвете. Хотя видела в фиолетовом цвете, видела в белом цвете, а видела в оранжево-желтой цветовой гамме, и выглядит, не поверьте, невероятно красиво просто. Я иногда, у меня вот есть такое развлечение, да, я захожу в Инстаграм, и там по хэштегам Мирослава Донукова, по хэштегам там Рукоделие ТВ или Уичольские Цветы, да, это мои хэштеги. Я по этим хэштегам смотрю работы, которые делались по моим мастер-классам, и это такое непередаваемое удовольствие, это такое непередаваемое счастье, когда ты видишь работы, которые ты создал, как они идут в мир, как эти работы создают другие мастера, как они учатся у тебя, как они вносят какое-то свое видение в эти работы. Это так здорово! Вот знаете, правда, говорят там, что для мастера там лучшая похвала, вот это понимание того, что то, что ты делаешь, твои работы, они нужны, они интересны, это кто-то хочет это повторить, кто-то у тебя учится. Это очень дорогого стоит понимать, что в этой жизни ты что-то делаешь не зря, и это нужно людям. Вот такая вот красота. Сейчас еще вам покажу одну работу, и будем, наверное, заканчивать, чтобы я вас не перегружала, и я так понимаю, что у нас будет еще следующий, третий обзор, потому что у меня не помещаются в один обзор все украшения полуечойским цветам. Их очень много! Еще покажу вам вот эту работу, невероятная красота. Сейчас у меня отсвечивает лампа и не передает объемный цвет. Если я так положу, все равно не передается. Это чернобривец, это украшение, не украшение, а эти цветы еще называют бархатцы. Но у меня на родине, я из Украины, и у меня на родине их называют чернобривцы, поэтому вот налюбовавшись на эти цветы, мне как-то так захотелось сотворить их в бисерном варианте. Я считаю, что у меня получилось, а как думаете вы, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Друзья, тут вот смотрите, проработан каждый лепесток, абсолютно каждый, все на своем месте, все идеально держит форму, ничего нигде не прорисает. Я сейчас покажу еще второй вариант цвета, я просто сделала инверсию, и там, где был красный, дала желтый, да, это даже не желтый, это такой песочный цвет, хотя вот сейчас на камере он ближе к желтому, на самом деле он ближе к оранжевому, в живом своем варианте, в живом своем проявлении, да. Внутри используется биконус, нет, это не биконусы, это бусинки размера, рандели, размера, по-моему, 3,4 мм. Но это уже детальнее, вы посмотрите в самих мастер-классах, да, это украшения из второй коллекции, тут не используется бисер другого размера, это все придется одним размером бисера, и фотографии, как и украшения смотрятся на модели, вы найдете на моем сайте. Очень интересные там есть фотографии, очень интересные сочетания образов, так что, думаю, будет интересно посмотреть. Вот такая красота в втором цвете. Я для себя, честно говоря, не могу определиться, в каком цвете мне нравится эта работа больше. Она мне нравится более светлая или более темная. Все зависит, наверное, от того наряда, которому ты предполагаешь, что будешь носить этот цветок. Но цветок прямо очень такой акцентный, да, и он привлекает к себе внимание. Хотя, если сравнивать вот этот цветок с самым первым, который я вам показывала, вот этот, гораздо-гораздо меньше по размеру. И этот цветок, если сделать из бисера 15-го размера, он будет прямо такой, я бы сказала, даже минималистичный, да, нежели вот какой-то более объемный. Мне, как я уже говорила, нравятся объемные цветы. Мне нравится сочетание каких-то простых образов, более простых образов с какими-то акцентными украшениями. Мне кажется, что в этом есть какой-то свой шарм, что именно в этом есть вот это вот проявление себя, когда ты можешь создать свой образ с теми элементами, которые, в принципе, очень нечасто используются в городском, каком-то таком офисном стиле, да. Мне очень нравится сочетать эти стили. Вообще, для тех, кто меня знает, у меня больше такой прям офисный стиль, да. Я очень люблю платья более приталенные. Я очень люблю пиджаки. Вот. И вот эти украшения к таким более строгим нарядам, мне кажется, что смотрятся лучше всего. Но, опять же, я очень много раз повторила слово «мне кажется», да, потому что я высказываю исключительно свое мнение. Возможно, кто-то из стилистов может со мной поспорить. Безусловно, это так, у каждого свой взгляд. Но мне, лично для меня, вот эти украшения все, они акцентны, они базовые. Я не говорю только про уичольские цветы. Я, в принципе, говорю, в общем, про все украшения, украшения ручной работы. Мне безумно нравятся украшения с натуральными камнями. Мне безумно нравятся большие объемные браслеты. Мне нравятся большие объемные цветы. Мне кажется, что если уже одевать какое-то украшение, да, то оно должно тебя украшать, а не быть незаметным. Но, опять же, это мое мнение. Никого не призываю следовать моим каким-то убеждениям. Поэтому это ваш выбор, и я буду очень рада, если ваш выбор будет совпадать в какой-то степени с моим. Друзья мои, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, пожалуйста, какие цвета вам нравятся больше всего, какие цветы вам нравятся больше всего. Любите ли вы объемные большие украшения, либо вы считаете, что украшения должны быть супер минималистичны. Давайте поговорим. Жду вас в комментариях. Если интересны какие-то мастер-классы, переходите на сайт, ссылочка есть под этим видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!